Началось заседание с торжественного награждения тех, кто ежедневно помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона вручил благодарственные письма представителям общественных организаций, врачам и педагогам. Также Алексей Русских подчеркнул, что достойно должен оплачиваться и уход за инвалидами. Один на внимание заслушивает законопроектная деятельность по увеличению выплат гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелым до уровня МРОД. Я убежден, что все эти процессы должны найти отражение и в региональном законодательстве. На сегодняшний день в Ульяновской области во всех муниципальных образованиях проходят акции с привлечением волонтеров в спортивные мероприятия и праздничные программы. Работают проекты, направленные на раннюю реабилитацию детей. Чем раньше семья обращается в то или иное учреждение, тем выше шанс у ребенка в дальнейшем пойти в садик или в школу. Так вот, в рамках ранней помощи на базе нашего ресурсного реабилитационного центра подсолного в городе Ульяновске открыто отделение, где мы принимаем детей практически с рождения. Помимо этого в регионе действуют программы, направленные на регулярный мониторинг состояния здоровья, социальную адаптацию и трудоустройство юного и зрелого поколений. Например, в Ульяновской области работают шесть тренировочных квартир, где люди с ограниченными возможностями здоровья обучаются навыкам самостоятельной жизни. Кроме того, до конца года в Ульяновске планируется открытие нового реабилитационного центра для участников специальной военной операции и членов их семей. Юлия Руднева, Герман Баранов, Уллправда ТВ